Добрый день, дорогие друзья! С вами Прибалтийская дача. Поговорим сегодня о пионах. Пионы скоро зацветут, и чтобы они цвели огромными шапками, чтобы нас радовал глаз, пусть даже соседи радуются нашим таким красивым цветам. Надо немножко потрудиться. И прежде всего хочу сказать, ну, кто не знает, пион происходит от греческого слова пиониус. Это целительные, врачующие, то есть даже на основе пиона делают лекарства. По легенде, врач пион исцелил бога подземного царства Плутона от ран, нанесённого Геркулесом. И благодарность за это Плутон решил его обессмертить и превратил его в таинственный цветок, обладающий волшебными, друзья, свойствами. И название ему дал, конечно, пион. В Китае пионы украшали императорские сады. Пион считался признаком богатства, власти, любви. Поэтому его не разрешали выращивать простым людям. Ну, значит, мы с вами все, друзья, непростые люди. Ну, что вам хочу сказать. Разнообразных сортов. И, конечно, пионов много. Вот у меня растут розовый куст Варенька, белый фестиваль Максима, красный Ред Чарм. И недавно я купила в садах Урала кремово-молочный Ширли Темпл. Но не недавно, года три назад, конечно, он у меня очень, хочу вам сказать, как-то медленно растёт. Но, тем не менее. Что, прежде всего, надо сделать? Прежде всего, друзья, кто не попрыскал пионы, потому что пионы, вот у нас тоже, я обрабатывала пионы ранней-ранней весной, только как они проклюнулись. А вот сейчас, смотрю, тоже у нас дожди очень сильные. И как бы не боюсь, что какие-то вирусные заболевания не постигли мои пионы. Поэтому я сейчас сделаю обработку любым средством, которое содержит медиусодержащими препаратами. У меня на данный момент есть хом, у кого есть медный купорос, это приблизительно 1 четвёртая чайной ложки на 1 литр воды. Без горки, естественно, так приблизительно на глаз. Но плюс-минус ничего в этом страшного нет. И побрызгайте обязательно пионы. Обязательно. Во-первых, это профилактика всевозможных вирусных заболеваний. И, конечно, у вас кусты, вас отблагодаря. Как только вы побрызгаете кусты, естественно, в какую-то пасмурную погоду. Сейчас мы ещё подойдём те, которые уже ранние пионы. Сейчас тоже посмотрим. Видите, на ранних уже пионах так. Мурашки, конечно, любят пионы. Сладенькие наши, красавцы. Пионы ранние пионы скоро уже распустятся. И чтобы, конечно, было хорошее цветение, нам надо ещё и подкормить. Без подкормки у нас, конечно, не будет никаких соцветий пышных, махровых, довольно крупных. И поэтому высота куста, конечно, тоже у некоторых может страдать. И хочу вам сказать ещё, что вот некоторые говорят, у меня не цветёт пион, вроде как всё ему даю. Причин, как я уже сказала, обязательно надо профилактические меры, это медиусодержащие. Во-первых, нехватка солнца. То есть надо сажать его всегда на солнечной стороне. Значит, нехватка удобрений. Это тоже первый показатель. И кустарник посажен слишком глубоко. Ну вот как у нас кустарник здесь посажен, всё правильно. Значит, я его сейчас побрызгаю по листве, или по листву, по листве, значит, любым препаратом. В данном случае у меня будет хом. Одна четвёртая чайная ложка. Значит, что я ещё сделаю? Я подкормлю, вот у меня удобрения тоже есть хорошие, сейчас море удобрений. Возьмите какому-нибудь комплексному, минеральному. Не пугайте, что оно минеральное, потому что в органическом больше всего азота. А это всё-таки целенаправленное. Есть специальное удобрение, вот такие миролюкс для цветущих. Для цветущих именно, как у нас, пион кустарников, других цветущих. Потому что это может и гортензия быть, и чего только не быть. То есть в магазине всегда приобрели то, что вам надо. Значит, что ещё? И прежде всего я ещё вам хочу сказать, что я ещё сделаю. Я ещё их буду посынковать. Без посынкования. Да, они будут цвести. Но таких огромных шапок, я уже, у меня сколько видео, вы даже можете посмотреть, как зацветут. Конечно, опять всё сниму. Вот оставляем. Вот один, друзья, крупный бутон. Все вот эти остальные, вот видите, тоже может быть, от погоды такой вот, видите, как немножко. То есть обязательно надо вот убрать вот эти вот пасынки. Как только вы уберёте эти пасынки, это вот как у томатов. Всё, ваш пион будет наливаться. И представляете, вот здесь было бы 4, цвело бы, да, друзья? А так весь вся эта сила пойдёт в один шикарный бутон. Так что, друзья, не теряем времени, потому что уже через 2 недели, я думаю, что... Ну, конечно, у нас конец мая, у кого там начало июня, по-всякому бывает, всё зависит от погоды. Значит, чтобы нас радовали эти великолепные цветы своим цветением, значит, давайте сделаем всё это. Потому что, ну, вот как вы думаете, вот представляете, вот сколько? 6, включая основной бутон, естественно, что они зацветут. Но они уже будут не такие крупные. А нам, конечно, кроме всего, надо огромную такую шапку этого пиона. То есть, и не забываем посынковать. Так что, с вами была Прибалтийская дача. Всего вам хорошего, друзья. Пишите, подписывайтесь на нас. Всегда рада видеть вас на своём канале. С вами был Игорь Негода. С вами была Игорь Негода.